так друзья всех приветствую ставьте плюс если меня хорошо слышно и видно и будем начинать наш сегодняшний вебинар с презентации проекта двигателя дуэнова так плюсы вижу вижу спрашивает во сколько начнем все друзья мы начинаем еще раз сегодня у нас презентация проекта двигателя дуэнова сегодня поговорим о поселом самым интересным и фундаментальным что связывает проект дуэнова вместе что это такое что за технология стоит на базе строй на чем строится вообще проект кто такой дмитрий александрович дуэнов какие опытные образцы он смог сделать на базе своей технологии в области электродвигателей как каждый из вас может на этом заработать друзья поэтому присаживайтесь поудобнее информация будет интересно информация будет много обязательно зовите сюда на этот вебинар тех кто еще в проекте не разобрался сегодня у них будет отличная возможность узнать все из первых уст всю самую базовую информацию которую необходимо для того чтобы принять для себя решение интересен ли вам такой проект или не интересен а ну однозначно могу сказать равнодушным это точно никого не оставит и всегда это порождает огромное количество дебат многие начинают говорить а получится ли у нас реализовать те амбициозные задачи которые мы перед собой ставим и пока что мы можем утверждать что все что мы ставили было успешно реализовано так ну что меня зовут павел я один из участников команды которая занимается непосредственно развитием этого проекта сегодня я проведу для вас эту презентацию после презентации я отвечу на ваши вопросы поэтому если у вас есть вопросы ли они будут появляться по ходу этого вебинара вы можете писать их в вкладку вопросы вверху вебинарной комнаты и на все вы получите ответ обязательно если смотрите на социальных сетях прошу вас поставить лайк и нажать кнопочку поделиться в таком случае у нас будет больше зрителей больше внимания проекту тем быстрее мы реализуем все намеченные задачи пишут что что-то не так с нашими ретрансляциями на ютубе и социальных сетях я прошу ответственных за это мероприятие проверить что там не в порядке и настроить сигнал как говорится но если вас что-то плохо где-то слышно можете всегда перейти в нашу вебинарную комнату здесь вроде бы все идет как следует ну что предлагаю начать со снов начиная предлагаю поговорить о том что за технология стоит в углу скажем так всего нашего проекта многие считают что наш проект именно называется там мотор колесо дуэнова и сегодня мы будем говорить только о том какое мотор колесо прекрасное и как его дмитрий санчат дуэнов разрабатывал но в действительности здесь все гораздо глубже гораздо фундаментальнее и на базе этого проекта стоит огромная научная работа огромные инженерные усилия и направлены они были именно в область электродвигателей как таковых я думаю что многие из вас знают что такое электродвигатели и окружает они нас абсолютно везде электродвигатели используются как в быту у вас там в стиральной машинке в насосе на даче так и заканчивая большими промышленными электродвигателями которые работают на предприятиях на заводах благодаря которым функционируют огромные огромные заводы и производства и без этого мы бы не могли сами существовать если бы сейчас в мире просто бы взяли и исчезли все электродвигатели в таком случае за полгода вымерло бы 50 процентов населения земли потому что действительно мы от них очень сильно зависим все водоснабжение электроэнергия отопление в наших домах все это функционирует благодаря именно электродвигателям дело в том что 80 процентов всех электродвигателей имеют так называемый класс асинхронные электродвигатели это наиболее простая наиболее надежная современная доступная электрическая машина именно поэтому она получила такое широкое распространение более десяти тысяч видов самых разных асинхронных электродвигателей существуют применяют их самых разных направлениях нашей жизнедеятельности 7 миллиардов единиц различных электродвигателей асинхронных год выпускается еще 7 проходит капитальный ремонт и 60 процентов мировой промышленной электроэнергии потребляется именно синхронными электродвигателями то есть это такой невидимый для многих пласт нашей цивилизации но как благодаря которому мы все с вами живем и видим тут цивилизацию в таком виде в котором у нас сейчас есть дело в том что в этих асинхронных электродвигателях есть такая конструкция до своеобразная и в ней присутствуют так называемые обмотки которые выполняются двумя классическими стилями это было придумано не вчера не сегодня даже не 10 лет назад используется это уже десятки лет и называется ли эти стиле звезда и треугольник в чем же здесь разработка дмитрий александрович адуино поскольку кроется на именно в этой самой обмотки дело в том что дмитрий александрович дуянов в одном электродвигателе совместить сразу два типа обмоток именно поэтому они называются совмещенные обмотки славянка то есть и звезда и треугольник там присутствует при этом очень долго эту идею пытались реализовать но ни у кого не получалось то есть дмитрий александрович дуянов первый кто довел эту идею до ума первый кто смог получить здесь действительно большие результаты и смог запатентовать свою разработку как эта технология в принципе применять асинхронный электродвигатель убираем него обмотку и перематываем двигатель по технологии славянка второй вариант мы изначально зная то что двигатель будет именно со славянкой проектируем его именно под эту технологию в таком случае эффект от этого еще выше ну а о каких эффектах я говорю первое конечно и одно из самых важных это экономия электроэнергии таким электродвигателем когда весь мир говорит об экономии там два три пять процентов это считается достижением технология дмитрий александрович дуянов позволяет экономить от 15 до 40 процентов электроэнергии у двигателя при этом двигатель выполняет ту же работу вы представляете какая-то большая коммерческая выгода для предприятий которые например могут просто перемотать двигатели на своем заводе на эту технологию получать огромные выгоды от экономии электроэнергии далее это конечно же снижение себестоимости производства такого двигателя дело в том что технологии двигатель с технологией совмещенных обмоток славянка использует на 30 процентов меньше меди и электротехнической стали за счет чего его себестоимость гораздо ниже и используя одно и то же количество сырья мы можем сделать вместо двух обычных асинхронных электродвигателей 3 электродвигателя с технологией совмещенных обмоток дмитрий александрович дуянова далее стоит отметить такой фактор как надежность эти двигатели действительно очень серьезно повышается надежности сервис фактор у них становится два с половиной что очень серьезный показатель и те двигатели что были перемотаны и распроектированы по этой технологии только доказывают что это действительно так ну помимо исследований про которые я сейчас также расскажу есть еще много других преимуществ у этого этой технологии такие как увеличение уменьшение пусковых токов увеличение пусковых моментов то есть это более тонкие инженерные подробности с этим вы можете самостоятельно ознакомиться я же затрону еще такую тему как класс энергоэффективности таких двигателей немногие знают но на данный момент большинство двигателей которые используются по всему миру имеют достаточно низкий класс энергоэффективности е1 при этом самый высокий класс е4 и на самом деле это большая проблема с той точки зрения что выработка электроэнергии является одним из самых таких важных факторов в области экологии потому что именно выбросы от выработки электроэнергии очень серьезно загружают загрязняют окружающую среду и такие проблемы как загрязнение воздуха загрязнение почвы воды а также увеличение озоновой дыры изменения климата сейчас многие об этом говорят и кажется что это что-то там далекое вроде бы это есть но все вроде живы но с другой стороны это очень серьезные экологические проблемы а еще раз одной из самых важных факторов влияющих на которых является выработка электроэнергии соответственно мы используем все больше и больше электродвигателей вырабатываем соответственно все больше и большее количество электроэнергии чтобы подпитывать эти электродвигатели и это путь в некуда потому что мы не можем создавать все больше и больше электростанций все больше и больше бесконечно изменять климат и вредить окружающей среде и кто-то скажет что мы можем использовать возобновляемые источники энергии такие как солнечные батареи это тоже неправда потому что если допустим сейчас поставить солнечные батареи по всему миру чтобы они полностью могли все наши необходимые нужды восполнять, в таком случае у нас уже произойдет очень серьезное изменение климата и мы получим просто парниковый эффект. Соответственно, единственная сейчас возможность и главный тренд вообще в мире по экологии, это именно тренд энергосбережения. Это то, как сделать так, чтобы мы могли использовать все больше и большее количество электродвигателей, при этом вырабатывать меньшее количество электроэнергии. По большому счету здесь один выход, это делать электродвигатели более энергоэффективными. И изначально считалось, что так называемые BLDC-двигатели справятся с этой задачей, но сейчас мы уже понимаем, что это не так, по той причине, что BLDC-электродвигатели достаточно дорогие, они ограничены в производстве, я немножко позже об этом также расскажу. И на данный момент технология Дмитрия Александровича Дуинова здесь является одной из самых передовых технологий в этом направлении. Дело в том, что двигатели с технологией Дуинова имеют класс энергоэффективности E3 и E4, то есть самый высокий класс энергоэффективности. И это опять-таки влияет в том числе на ту полезную работу, которую они делают по сравнению с тем, только электроэнергией потребляют. И, конечно, когда мы говорим об этом, здесь уже речь не только о бизнесе. Здесь речь и о том, что делая такую глобальную идею и глобальный бизнес, мы не можем думать только о прибыли. Мы неминуемо влияем на то, что происходит в мире, и в данном случае мы влияем очень благоприятно. Мы идем в ногу с теми направлениями, которые нужны сейчас миру, и мы можем дать миру ту технологию, в которой она сейчас очень остро нуждается. Именно поэтому сейчас, в частности, в Китае мы получаем достаточно серьезные награды. Вот, например, совершенно недавно партнер Виктор Арестов, который представляет интересы нашей компании в Китае, получил грант на развитие от китайского правительства, в Вэйхай администрации. Также мы были удостоены очень высокой оценки, как мы вошли в топ важнейших технологий для Китая в области сохранения окружающей среды и энергосбережения. Там нас отмечают по достоинству. Ну, Китай сейчас одна из лидеров стран, которые борются с этой проблемой. Все-таки они считаются мировым заводом. На территории страны все производства мировые сосредоточены, поэтому, конечно, они сейчас в очень большой степени беспокойны, и мы даем им то, что им сейчас очень сильно необходимо. Ну, к вопросу давайте перейдем теперь к фактам, к аргументам о том, как все мои слова обоснованы, как это проверяется, кто это вообще сказал, может быть, я это сам выдумал. Ну, конечно, это не так. Во-первых, первый электродвигатель с технологией совмещенных обмоток «Славянка» был модернизирован еще в 1995 году, то есть 24 года назад. И, конечно, за это время у разработчиков было очень большое время для того, чтобы эту идею довести до конца. Первое, что было сделано, это, конечно, получены патенты на эту технологию. На данный момент у компании имеется 18 патентов, и все они были получены, это все настоящие патенты, вы можете проверить их на сайте Роспатента, это легко проверить в интернете, что это, опять-таки, не фотошоп никакой, потому что патентов очень много, кто-то спрашивает, есть один-два патента, у нас их не один десяток. И кроме патентов, конечно, была проведена большая исследовательская работа, были проведены десятки различных исследований при университетах разных стран, при правительствах разных стран. Многие из них мы выкладывали, это такие исследования, как Болонское исследование, исследование в Дюссидорском университете, где было подтверждено то, что технология действительно работает, то, что она показывает те результаты, которые заявляет разработчик. И там с этим очень строго, эти результаты невозможно практически подделать, потому что их законодательство, ну, это вплоть до уголовной ответственности, если ты подделаешь в лабораторных условиях, в тестированных лабораториях какие-то исследования. Поэтому, конечно, за этим заниматься там никто не будет. Но, несмотря на это, все равно компания шла вперед, она не останавливалась только на этой деятельности, только на теории, скажем так. Конечно, технология была уже успешно применена и на практике. Первое, что стоит отметить, это так называемые лицензионные обмотчики. Это компании, сейчас уже более ста, которые получили лицензию от компании АСПП и имеют право использовать технологию совмещенных обмоток «Славянка», уже сейчас применять ее к двигателям своих клиентов. То есть, это, как правило, компании, которые уже так или иначе занимались ремонтом, модернизацией различных двигателей асинхронных, и они клиентам предлагают, вот, говорят, хочешь, мы тебе применим «Славянку» к твоему двигателю. Соответственно, часть отчислений, часть своего заработка они отправляли в компанию АСПП, учредителем которой, в том числе, является Дмитрий Александрович Дуинов. И это во многом помогало компании продолжать и развиваться дальше. Но кроме прибыли, которые компания получала от этой деятельности, это позволило применить технологию на огромнейшем спектре различных асинхронных электродвигателей. Были перемотаны десятки и сотни тысяч различных электродвигателей, что, опять-таки, подтверждает тот факт, что технология действительно применяется ко всему спектру асинхронных электродвигателей, что результаты не были подделаны или подтусованы на конкретных моделях. В общем, лицензионным обмотчиком может стать любой из вас и уже завтра начать эту технологию применять, получив лицензию от компании АСПП. Если же вы хотите лично, без получения лицензии, в домашних условиях ознакомиться с технологией, вы можете также это сделать. Для этого вам необходимо приобрести справочник по совмещенным обмоткам, автора которого являются Евгений Дуинов и Дмитрий Александрович Дуинов. Применяя, там, во-первых, описаны технологии достаточно подробно, там вы найдете большое количество различных схем практических, и вы сможете технологию в домашних условиях применить, посмотреть, что с двигателем произойдет, если у вас есть оборудование, замерить его характеристики. В общем-то, приобретайте справочник, и если у вас есть определенные умения, вы можете это сделать. Ну, конечно, самое интересное не это для многих. Для многих интересно увидеть своими глазами то, как технология работает, то, где ее фактически можно применить, и какой конечный продукт для людей, для потребителя можно сделать, применяя эту технологию. Именно поэтому Дмитрий Александрович Дуинов ничего не дожидался и начал работать над опытными образцами. И один из опытных образцов, созданный на базе технологий совмещенных обмоток Слоянко, вы все прекрасно знаете, это мотор-колесо Дуинова. Сразу говорю, что мотор-колесо было сделано не одно, не единственное в экземпляре. Сейчас существует целая линейка мотор-колес. Это мотор-колеса для велосипеда разной мощности, 10 и 20 киловатт. Это мотор-колесо для скутера, 27 киловатт мощности. И мотор-колесо, патент получен на мотор-колеса для инвалидных колясок. Также был реализован электроавтомобиль с мотор-колесами Дмитрия Александровича Дуинова. О нем я немножко позже расскажу. Ну, в общем-то, применено было практически уже везде, где в целом есть такая необходимость. В общем-то, почему именно мотор-колесо стало таким популярным? Почему все думают, что у нас основная цель, это производство мотор-колес или что-то с мотор-колесами? Хотя это не совсем так. Дело в том, что это первое в мире асинхронное мотор-колесо. Никому ранее не удавалось его сделать именно асинхронным. То, что вы сейчас можете купить на Алиэкспресс, в любом магазине, это другие двигатели. Они выглядят так же, но они работают по другому принципу. Это так называемые Билдиси электродвигатели. Чем они отличаются? Почему мотор-колесо Дуинова гораздо эффективнее? Почему он привлекает такое внимание? Дело в том, что Билдиси электродвигатели китайские, они в своем составе содержат так называемые постоянные магниты. Постоянные магниты, в свою очередь, содержат так называемые редкоземельные металлы. Это сырье, 95% из которого добываются исключительно в Китае. Китай монополист, полный монополист на этом рынке. И являясь монополистом, он как порядочный, можно сказать, монополист, год за годом повышает цены на это сырье. Сделать с этим никто, естественно, ничего не может. Так уж у нас границы поделены, что только у них есть этот ресурс, который сейчас всем очень нужен. И кто-то мне говорит, да они там в России что-то добываются, еще где-то, да, друзья, но это не промышленные масштабы, они не позволяют сделать производство в какой-то или иной мере масштабное. Вот, соответственно, что мы имеем в итоге? Цены на сырье повышаются, она достаточно дорогая, соответственно, постоянно растет конечный продукт, то есть мотор и колеса все дороже. Более того, Китай уже сейчас не может обеспечить весь спрос на рынке. Но когда я говорю про Билдиси двигатели, которые могли бы, имея высокий класс энергоэффективности, заменять тот парк двигателей, что сейчас есть, Китай не может это сделать, потому что спрос на Билдиси машины очень серьезно растет год за годом, при этом Китай не наращивает и не разведывает новые, скажем так, места добычи. Поэтому, опять-таки, спрос превышает предложение, что тоже негативно влияет на цену. Более того, проблема не только в этом. Китай, являясь монополистом, запретил на законодательном уровне вывоз редкоземельных металлов из страны. То есть вы не можете купить постоянные магниты или редкоземельные металлы в Китае и сделать, допустим, производство мотор-колес в России. Это невозможно. У вас есть два варианта. Вы либо закупаете эти двигатели в Китае, либо строите завод на территории Китая и уже привозите в Россию эти двигатели. То есть, во-первых, это инвестирование в китайскую экономику, во-вторых, опять-таки, это потери на логистике, потому что, если бы это было в России, это было бы, допустим, в России, это было бы дешевле. И ни о каком отечественном производстве речь здесь идти не может никак. И когда вы видите то, что говорят, вот там, там байк сделали, отечественное производство, у нас в России какие-то байки говорят, что это отечественное производство, какой-нибудь Калашников собрал свой байк, помните, что это не отечественное производство. Максимум, что они могут сделать, это собрать его на территории России. Они элементарные, ну, невозможно в России, там, например, организовать производство литий-неоновых батарей, потому что, опять-таки, только в Китае есть необходимые компоненты. Невозможно Билдиси мотор-колеса производить в России, только в Китае это можно делать. Соответственно мы получаем достаточно ограниченную доступность этих двигателей и этого сырья и достаточно высокую стоимость. Беря же мотор колесо Дуенова мы понимаем, что это асинхронный электродвигатель. В асинхронном электродвигателе в принципе не предусмотрены постоянные магниты, их там нет ни в таком асинхронике. И соответственно это означает, что поскольку асинхроник это самый дешевый электродвигатель, надежный, простой, доступный, мы получаем то, что это мотор колесо стоит гораздо дешевле его аналогов. Это мотор колесо очень доступно, потому что производить его можно в любой точке планеты, в том числе в России. Это позволяет делать отечественное производство, это позволяет делать очень дешевые моторы, потому что там медь, электротехническая сталь это дорого не стоит, в отличие от постоянных магнитов. И мы имеем себестоимость данного мотор колеса, если брать например выпуск 17 тысяч единиц мотор колеса в год, что может позволить дать себе наше будущее конструкторское бюро, если будет такой заказ, то себестоимость одного мотора колеса выходит в 10 тысяч рублей всего лишь. И это крайне-крайне мало. И кто-то мне скажет, что ну ведь на Алиэкспресс есть там и за 10 тысяч мотор колеса, чем они отличаются? И тут мы переходим к другому фактору, такой фактор как мощность. Если вы возьмете аналогичное мотор колесо Билл ДС типа китайское, вот такого же размера, такого же веса, габарита, вот поставите рядом с мотор колесом Дуинова, они будут полностью идентичны. Мотор колесо китайское Билл ДС будет выдавать мощность от 1 до 3 максимум киловатт. Мотор колесо Дуинова выдает мощность 20 киловатт. Разницу в мощности можете посчитать сами. Это очень мощное транспортное средство, при этом кто-то говорит, что мощность избыточная, действительно возможно это так, по той причине, что изначально это мотор колесо предполагалось использовать в рикшах. Именно из Индии изначально эту идею подали на разработку подобных мотор колес, но никто не запрещает делать эти мотор колеса меньше, соответственно меньше мощность. И мощность будет такая, которая необходима потребителю. Поэтому это конечно очень универсальный продукт. Никто из конкурентов даже близко по мощности сейчас делать не может. Вот поэтому многие спрашивают, можно ли покататься, почему там на конференциях мы не даем кататься на этом байке. Друзья, вот поверьте, я из последних вот наших покатушек, которые были, не помню случая, чтобы кто-то катался и в итоге не упал на этом байке. Но действительно это очень мощное транспортное средство. Это то же самое, если бы вы пришли в автосалон на каком-нибудь Дукате, взяли бы спортивный мотоцикл и никогда не ездили на таких мотоциклах, поехали бы на нем. Ну, как минимум вы бы упали, как максимум въехали бы в стену. То есть, конечно, транспортное средство действительно очень уникальное и очень мощное. Далее, что стоит отметить? Можно отметить, конечно, надежность. Это одно из ключевых факторов для потребителя. И вы видите то, что это мотор-колесо, у него крышка открыта. Это делается для того, чтобы при эксплуатации текущей туда попадала вся пыль, грязь, вода. Чтобы было понятно, что это мотор-колесо не боится абсолютно ничего, но не боится ударов. Ну, в общем, эксплуатировать асинхронные электродвигатели можно в самых, как говорится, плохих условиях. И в шахтах они используются, и в грязи, и как угодно. В отличие от Билдиси-двигателей, которые боятся ударов, там же магниты и наедая на кочку какую-то, вы всегда создаете микротрещины своих магниток. Конечно, так долго они не прослужат. Ну и, соответственно, грязь, пыль для магнитов тоже неблагоприятно сказывается. Они всегда в защитной упаковке. То есть, ну, вы можете увидеть это на любом мотор-колесе китайском. Есть еще огромное количество преимуществ. Это, конечно, такие, как то, что здесь не затруднен свободный ход. Здесь нет магнитов, соответственно, нет торможащих сил. Потому что, если у вас магниты в мотор-колесе, они все равно всегда магниты, колесо как бы притормаживают его, если вы не газуете. То есть, значит, вам тяжелее крутить педали, вам труднее ехать с горки. Здесь нет никаких торможащих сил, как обычный велосипед приедет. Вы свободно педали крутитесь, свободно скатитесь с горы. Это увеличивает дальность хода, это улучшает ощущение от поездки. Ну и, конечно, рекуперация здесь также присутствует. Вы еще и подзаряжаетесь во время эксплуатации, что также увеличивает максимальную дальность поездки на таком транспортном средстве. Если вы хотите еще больше сравнений этого мотор-колеса с аналогами, вы можете найти это на нашем официальном сайте. Ну, либо скачать мою презентацию. Она есть в нашей группе, в основной группе ВКонтакте. Стоит продолжить про другие опытные образцы Дмитрия Александровича Дуйнова. Ну, продолжу я тогда про мотор-колеса, но уже применительно к электроавтомобилю. И компания Zeta, есть у нас такая в России, которая занимается электроавтомобилями. Именно она обратилась к Дмитрию Александровичу Дуйнову с вопросом, да, и с просьбой, скажем так, разработать, спроектировать для их электроавтомобиля мотор-колеса. То, что команда Дуйнова успешно и сделала. Этот электроавтомобиль сейчас существует в виде опытных образцов. На Ютубе можете найти более обзорный ролик про Zeta. Там же Евгений Дуйнов рассказывает, как этот проект развивался и что это за мотор-колеса. Сейчас компания Zeta делает все для того, чтобы выпустить этот продукт в серийное производство. Если у них это удастся, в таком случае мы увидим первый серийный электроавтомобиль, который выполнен и производится в России. И будет он производиться именно на мотор-колесах Дуйнова. То есть это, конечно, показывает, что Дмитрий Александрович Дуйнов с размещенными обмотками славянка сейчас один из лидеров в области электротранспорта в России. И именно он предлагает те технологии, которые сейчас рынку действительно очень нужны и эффективно на нем их применяют. Есть большое количество других электроавтомобилей. Многие из них вы видели, например, на нашей конференции. Это, например, автомобиль Renault Twizia, двигатель, который был модернизирован по технологии совмещенных обмоток славянка. Это электродвигатели Renault Kangoo. Очень много других электродвигателей были у электроавтомобилей переделаны. Также были эксперименты с переделкой ДВС, автомобили с ДВС на двигатели с электроприводом, в которых уже была славянка. В общем, разработок было много. Можно вспомнить и разработки в области общественного транспорта. Это троллейбус, двигатель, который был модернизирован по совмещенным обмоткам. У него повысилась как динамичность, так и энергоэффективность. То есть это очень был успешный эксперимент. Также вспоминается мне электровоз ERA. Это электровоз, работающий в шахтах, то есть такой небольшой поезд грузовой. Соответственно, он до модернизации по технологии совмещенных обмоток тянул 5 вагонов с грузом. После модернизации он уже смог тянуть 11 вагонов с грузом. То есть можете представить, во сколько раз выросли его характеристики, во сколько раз он стал мощнее. Многие у нас спрашивают, что у нас с серийным производством. Здесь мы можем ответить, что серийное производство у нас налажено, оно есть. И на данный момент любой из вас может купить двигатели DUNOVA с совмещенными обмотками. Сейчас у нас представлена линейка из двух двигателей. Это двигатели D90S и D100S. Вы можете купить их у наших партнеров Motorized Systems. Можно купить их как отдельно, так можно купить и составить транспортных средств. Многие из этих транспортных средств были представлены на нашей конференции 16 февраля. Соответственно, там есть большое количество различных байков. Там есть разные электроавтомобили с двигателями DUNOVA. В общем-то, можете приобретать, можете интересоваться, узнавать все нюансы. Ну, в общем-то, серийное производство у нас также налажено. В этом направлении компания, конечно, тоже двигается. Но помним, что цель у нас не в этом, а в чем я сейчас уже и начну рассказывать. В чем цель самого проекта. Я вот вам сейчас все это рассказал, рассказал в течение 20 минут. Но в действительности все это длилось в течение 20 с лишним лет, как я уже говорил, с 1995 года. И за это время было сделано действительно очень многое. Это и патенты, и исследования, и опытные образцы, и серийное производство. Кстати, я не сказал про собственный контроллер, который также был компанией разработан. И все это было сделано исключительно на свои деньги. То есть компания не брала заемных средств. Компания продолжала заниматься бизнесом помимо разработок. Это были отчисления, в том числе, от лицензионных обмотчиков. Это были продажи Горыныча. Да, это плазморез. Очень эффективный. Можете почитать его в интернете. Его и сейчас можно купить. У него есть официальный сайт. Можете, у кого есть под рукой, вышите ссылку в чат вебинарной комнаты. Можно купить, можно, кстати, продавать его через дилерскую сеть. Вот такая реклама. То есть до сих пор компания этим занимается. И ведение коммерческой деятельности позволяло разработчикам заниматься их основной деятельностью, совмещенными обмотками. Но на определенном этапе, когда уже все было готово, когда вся база была готова, стало ясно, что нужно сделать следующий шаг. И, конечно, следующий шаг уже был более дорогостоящий. Уже не получалось своими личными деньгами это реализовать. И первое, что в ум приходит всегда, это, конечно, крупный инвестор. И с крупными инвесторами не получалось долгое время договориться. Потому что все, как правило, сводилось к двум аргументам. Первое, да, я дам тебе денег, но ты будешь реализовывать это за рубежом. Так говорили инвесторы. На что Дмитрий Александрович говорил, что нет, делать надо будет только в России. Потому что, ну, во-первых, он считает, что проект должен быть реализован именно у нас. А во-вторых, потому что нередки те случаи, когда за рубежом попросту тебя могут все отжать и отсудить. У нас говорят, что в России-то у нас там могут все отжать. Там, поверьте, это еще эффект не могут сделать, когда ты гражданин другой стороны, никаких прав ты там не имеешь. Условно говоря, просто забор тебе, доступ на территорию тебе закрыли и все. И ты просто не можешь свое производство пройти. Такие случаи бывали. Также было предложение продать технологию. То есть, когда крупный инвестор просил очень крупную долю предприятия, 80-90%. То есть, инвестор хотел контролировать то, чем занимается компания. Он хотел забрать технологию себе, разработчиков уже оставить в виде топ-менеджмента, либо в виде небольших инвесторов, да, которые, по сути, не могут принимать решения. Уже не они бы принимали решения, куда двигаться компании. Многие на это идут, потому что вы знаете, что сейчас у нас в стране не так уж и просто получить какие-то деньги, какие-то преференции для высокотехнологических компаний. И многие действительно продают свои компании, многие уезжают за рубеж. В то время в Советском Союзе у нас была сильнейшая инженерная школа, было сделано огромное количество патентов. Крупнейшая экономика мира работала на целой индустрии, когда людям давали неограниченные бюджеты для того, чтобы они занимались наукой, занимались разработками, что они и делали. Но сейчас мы этого уже не видим. Это куда-то исчезло, это куда-то как будто бы не было. Но 70 лет это разрабатывалось, это никуда не делалось. Это все как раз таки продано, это разработчики уезжают за рубеж. И я могу сказать, что с 90-х годов только из России уехало больше 1 миллиона человек, инженеров и деятелей науки, разработчиков, которые не смогли получить поддержку у нас и сейчас реализуют это успешно за рубежом в Америке. Мы сейчас покупаем это за деньги, как уже европейские товары, хотя сделаны на наши советские патенты, по сути это достояние нашей страны. Но уже это никому не интересно, там уже речь про бизнес идет. Конечно, не все такие стойки, как Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович Дуйнов, несмотря на все это, продолжал заниматься этим, продолжал заниматься этим на свои деньги, продолжал это реализовывать здесь, именно в России и делал это успешно. Но в итоге, не продав технологию, никуда не уехав, было принято решение все же привлечь необходимые инвестиции. И было принято решение сделать это именно через метод так называемого краудинвестинга. Это такая форма коллективного инвестирования, когда деньги компания привлекает не от одного крупного инвестора, а от неограниченного количества малых и средних инвесторов, которые готовы поддержать компанию, но при этом не просто поддержать, а готовы именно, то есть это же именно инвестор, инвестиции, когда они готовы что-то поиметь еще со своих инвестиций. То есть это именно инвестирование, более того, это даже не классическое инвестирование, Потому что те люди, которые сейчас проект поддерживают деньгами, они не просто инвесторы, там по какому-то договору и компания обязана с ними расплатиться, допустим, в трехкратном размере. Каждый участник проекта становится совладельцем того бизнеса, который делает Дмитрий Александрович Дуйнов и делит с ним тот успех, который компания планирует достичь. Давайте начнем с того, сколько нужно денег компании привлечь, для чего и как она планирует зарабатывать. Необходимая сумма для реализации проекта двигателя Дуйнова это 40 миллионов долларов, то есть это 2,4 миллиарда рублей. В масштабах подобных предприятий это очень мало, потому что, ну например, когда КамАЗ строил завод по выпуску кабин для своих автомобилей, даже на такое, казалось бы, несложное производство было потрачено 5 миллиардов рублей. А кто не знает, вот я на последних вебинарах про это не рассказывал, ну например, у нас скоро в России появится первый завод по выпуску, скажем так, картошки фри. И сейчас картошка фри в России не делается, вот там для фастфуда. Закупается все из-за рубежа, везется к нам. Такой завод в России, такое производство будет стоить 20 миллиардов рублей. И, конечно, когда мы говорим про такой высокотехнологический проект и говорим про 2,4 миллиарда, это, конечно, очень небольшие суммы, но при этом этого вполне достаточно для того, чтобы проект реализовать. Соответственно, что планируется сделать? Первое, сразу оговорюсь, не планируется делать серийное производство, какой-то завод по выпуску мотор-колес или других двигателей. Основная цель нашего проекта – это создание конструкторского бюро. Я думаю, многим понятно, чем занимается конструкторское бюро. Конструкторское бюро именно разрабатывает, оно занимается разработками, проектированием. В нашем случае это именно электродвигатели. И отличительной особенностью нашего конструкторского бюро является то, что мы будем проектировать и создавать двигатели, именно применяя в нем технологию «Славянка». Мы будем создавать такие двигатели, с которыми на данный момент никто не может соревноваться. Мы будем делать продукт намного выше по характеристикам, нежели могут предложить конкуренты. Ну, соответственно, то, что он будет востребован на рынке, это уже не вопрос. Более того, предварительный заказ у нас есть уже сейчас, и много уже договоров о сотрудничестве заключено. То есть, даже многие говорят, когда вы клиентов искать будете, мы уже их ищем, они у нас уже есть. То есть, нам уже не придется делать это с нуля. Эта база нарабатывает все эти годы, пока компания продолжала заниматься этой разработкой. Как это выглядит, в общем, в деталях? Приходит, допустим, компания к Дуэнову, занимающаяся электроавтомобилями и говорит, мне нужен электродвигатель для моего электроавтомобиля с определенными характеристиками. Мне нужно, чтобы он так, определенным способом ехал, столько ты весил и прочее. Дуэнов для него разрабатывает такой двигатель, передает ему документацию на этот двигатель, дает эту компанию самостоятельно для себя эти двигатели производить. То есть, компания самостоятельно организует серийное производство. Наша компания этого не делает, она только разрабатывает. То есть, это проектно-конструкторское бюро. И это очень востребованное сейчас направление. Конечно, немного компаний это могут делать, но те, кто могут, зарабатывают на этом огромные деньги. И не все знают, что, например, даже компания Porsche основную часть своей прибыли получает не с продажи электроавтомобилей Porsche, а именно с продажи технических решений. То есть, Porsche это одна из крупнейших в мире конструкторских бюро, и зарабатывают именно на этом. Например, автомобиль Урус, который сейчас делался для России. На нем, например, Путин приезжал на инаугурацию. Ну, двигатель для них также делала Porsche. Вот примерно такая же модель будет у Дмитрия Александровича Дуэнова. Цифры. Сколько такая разработка стоит? Ну, можно сказать о примерах для начала. Например, когда компания BMW заказывала для себя разработку электродвигателя, мотор-колесо, кстати говоря, тоже. Она заплатила за такую разработку сумму в 75 миллионов евро. Когда компания Siemens для себя, для своих нужд разрабатывала электродвигатель, она потратила на разработку электродвигателя 300 миллионов евро. Не всегда заказы такие крупные. Например, электродвигатель, компания, с которой мы заключили, с одной из компаний, с которой мы заключили договор о сотрудничестве, о намерениях, она занимается электроинструментами. Там речь, контракт идет о 30 миллионах долларов. Это сумма меньше. Но если мы берем в среднем, то разработка электродвигателя стоит примерно 50 миллионов долларов. То есть, это средняя цена, скажем так, по миру за разработку среднестатистического двигателя. И можно примерно на это и ориентироваться. Наше конструкторское бюро сможет делать несколько таких разработок в год. Что самое интересное. К вопросу о том, много это или мало. Ну, все в нашем мире относительно. Для заказчика это немного. Потому что, ну, конечно, у них миллиардные прибыли. И если представить, сколько электродвигателей они произведут подобных, разработанных нами, там, за 5-10 лет. Для них получается, как будто они платят всего лишь по одному доллару с каждого произведенного двигателя. Для нас же это очень ощутимая сумма. Потому что, как я уже сказал, для того, чтобы проект реализовать, нам нужно 40 миллионов долларов. Соответственно, получая и выполняя всего лишь один заказ, мы уже полностью окупаем все инвестиции. Мы полностью окупаем все риски. И, считайте, уже даже сверху получаем 10 миллионов. Ну, конечно, это не все прибыль. Вы должны понимать, что себестоимость там достаточно высокая в этом направлении. Но какие-то усилия будут затрачены на разработку двигателя. Но все же. Давайте теперь поговорим о том, что получает инвестор, для чего инвестирует, зачем, как, чем это вообще защищено юридически и прочее. Начнем именно с этого. Первое. Каждый инвестор, который инвестирует в нашу компанию, и я напоминаю, что инвестором может стать абсолютно любой человек. В этом и есть смысл коллективного инвестирования, народного инвестирования, краудинвестинга, как это принято называть во всем мире. И у нас инвестиция, возможно, от 50 долларов, то есть от 3 тысяч рублей примерно минимальная. Далее. Каждый инвестор, делая даже минимальную инвестицию, получает большое количество документов. Во-первых, это договор инвестирования. Во-вторых, это приложение к договору инвестирования. И, в-третьих, это сертификат, который указывает, какое количество долей компании у вас приобретено. Вот, соответственно, это можно получить в электронном виде, это можно будет получить в бумажном виде. И, соответственно, иметь это все на руках, если кому-то это нужно. Но помните, что в электронном виде полностью юридическая сила та же, что и в бумажном. Все-таки мир на месте не стоит и мокрые печати уже не так важны, к счастью или к сожалению. В общем-то, далее. Что получает инвестор взамен? Как я уже сказал, люди становятся не просто инвесторами, они становятся именно совладельцами бизнеса. И по правилам краудинвестинга компания на данный момент реализует так называемые инвестиционные доли. То есть сейчас компания поделена на инвестиционные доли, и эти инвестиционные доли может приобрести любой человек. Ну, соответственно, чем раньше вы инвестируете в компанию, чем на более раннем этапе развития, чем больше суммы вы инвестируете, тем больше инвестиционных долей вы получаете. После завершения финансирования проекта и согласно договору, эти ваши инвестиционные доли будут обменены на акции создаваемого предприятия. Соответственно, вы становитесь совладельцем и акционером создаваемой компании. То есть после этого только она будет преобразована в акционерное общество. Сейчас у нас акций нет. А то многие пишут, что у вас же нет акционерного общества, как вы акции продаете. Не путайте, это важное понятие. Сейчас мы продаем инвестиционные доли согласно требованиям регуляторов и законодательства. Далее, что вам делать с этими инвестиционными долями и почему приобретать их нужно сейчас? Дело в том, что наш проект разделен на 20 инвестиционных этапов. То есть 20 этапов в течение 3 лет мы должны пройти. Именно за 3 года, реализуя 20 этапов, проект должен быть полностью зафинансирован. Соответственно, перешагивая с этапа на этап, компания решает ряд стратегических задач, решая которые мы можем говорить о том, что риски у проекта серьезно снижены. И тут самое интересное, что сейчас, инвестируя в компанию, вы получаете так называемую венчурную премию. То есть вы покупаете долю в компании гораздо дешевле ее номинальной стоимости. Это плата, так называемая, за риск. Это венчурная премия, которая присуща любому венчурному инвестированию, которое в частности есть сейчас и у нас. Соответственно, чем раньше вы инвестируете, чем раньше у вас этап, то есть на первом этапе, на втором или на третьем, вы рискуете больше. Соответственно, ваша венчурная премия выше и выше. Понятно, да? А сейчас, допустим, у нас идет седьмой этап финансирования. Уже через два дня, первого марта, мы переходим на девятый этап финансирования, мы перешагиваем в восьмой. Соответственно, сейчас, инвестируя в компанию, вы можете приобрести долю в компании гораздо выгоднее, чем вы сделаете это на девятом этапе. Примерно так. При этом на девятом этапе это все равно будет достаточно выгодно, но не как сейчас. Соответственно, для чего вам покупать дешевле это сейчас? То есть сейчас вы покупаете дешево то, что в будущем может стоить очень и очень много денег, потому что уже после окончания финансирования компания планирует проведение так называемого IPO, это после уже организации акционерного общества, компания выводит свои акции на публичные торги, на фондовый рынок. В этот момент у каждого текущего инвестора будет возможность свою долю в компании продать дороже, нежели он купил ее сейчас. То есть это такая спекулятивная идея. При этом сделать вы можете это уже через один-два года. Если же вы не захотите это делать и никто не будет заставлять вас продавать эти акции, потому что акции по закону не являются частной собственностью, вы можете ее подарить, передать по наследству, продать все, что угодно. Поэтому вы можете оставить это у себя и держать эти акции хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет, сколько угодно долго, как, например, акции Сбербанка, которые вы могли там купить, допустим, в 90. И в чем здесь преимущество у такой модели? Вопрос о том, сколько компания будет стоить через 30 лет, конечно, вам никто не скажет. Но мы можем посмотреть некие аналоги, некоторые примеры в мире, насколько вообще дорожают компании, находившиеся когда-то в такой венчурной стадии, как у нас сейчас, а все компании так или иначе такую стадию проходили. И сколько они стоят сейчас, когда мы уже их знаем, когда это гиганты рынка, и когда они действительно уже признаны по достоинству. Например, возьмем компанию Google, да, то мы можем посмотреть на факты, увидеть, что за 16 лет компания Google выросла в 10 тысяч раз. Например, компания Apple, которая сейчас является самой дорогой компанией в мире, но не всегда, естественно, так оно было. За 38 лет компания Apple выросла в 68 тысяч раз. Вот можете представить, какой это невероятный рост, и сколько заработали те люди, которые давали первые инвестиции этой компании, когда там Стив Джобс еще был в гараже, или там первые какие-то серьезные офисы, там арендовал и начинал серьезно заниматься этим бизнесом. Алибаба. Сейчас все знают, что такое Алибаба, но при этом еще 18 лет назад про это никто не знал, и акции Алибаба за 18 лет выросли почти в 4 миллиона раз. Можете представить, какой невероятный рост. Еще раз, конечно, мы не можем знать, и предполагая даже сейчас, очень трудно, сколько акции нашей компании могут стоить через такой длительный промежуток времени. Но мы можем утверждать, что любая развивающаяся и прибыльная компания всегда растет в цене. И, конечно, относительно той цены, долю, за которую вы можете купить долю в компании сейчас, она никогда не сравнится с той ценой, которая будет через 20-30 лет. Более того, держа все эти акции у себя, капитализируя свою долю, вы получаете еще и второй вид дохода от владения акциями компании, и, конечно же, вы получаете дивиденды, как и любой акционер, в любой другой компании идет и заработает на дивиденды. В нашей компании предполагается 50% прибыли, которая будет распределена на дивиденды, распределять между инвесторами. Это очень ощутимые суммы, и это позволяет действительно рассчитывать на серьезный, пассивный доход на свою долю в компании. Мало кто предлагает такие условия сейчас на рынке. 50% дивидендов, поскольку 50% всей компании инвесторам и переходит. Вот примерно такая у нас модель. Стоит, наверное, поговорить уже о том, что было реализовано в проекте на текущий момент. А реализовано было очень и очень многое. Ну, конечно, первое, сейчас мы уже реализовали проект в его минимальной стадии, мы уже не можем дискутировать на тему, получится ли проект или нет. Он уже фактически получился. Дело в том, что сейчас уже практически в полную силу функционирует лаборатория, функционирует опытный участок, функционирует стендовое оборудование. Все это было создано на те инвестиции, которые пришли уже в проект, на деньги инвесторов. Там идет активная работа над технологией, над двигателями. Проектируются новые двигатели, модернизируются старые. На опытном участке выпускаются опытные партии электродвигателей с технологией Дуинова. На стендовом оборудовании мы имеем возможность сравнивать полученные двигателями с теми двигателями, которые сейчас могут предложить конкуренты. Что важно? Важно то, что у нас уже сейчас по факту есть наше будущее конструкторское бюро только в миниатюре. Это очень важно. Важно с той точки зрения, что проект реализуется уже сейчас. Мы уже сейчас работаем над многими потенциальными заказами. Мы работаем над двигателем, мы развиваем технологию. Мы не сидим сложа руки, ожидая того момента, когда у нас появится наше конструкторское бюро. Мы уже сейчас проект реализуем, им занимаемся и шаг за шагом идем к намеченной цели. То есть, еще раз, проект в стадии минимум уже у нас реализован. Но мы помним, что так или иначе цель основная все-таки у нас конструкторское бюро. И я вам напоминаю, кстати, по-моему, я сегодня вообще об этом не сказал на вебинаре. Наше конструкторское бюро планируется строиться в особой экономической зоне Технополис Москва. Это государственная особая экономическая зона. У нее есть такая площадка, называется Алабушево, находится она около Зеленограда. И это экономическая зона, которая создает наше правительство, в частности, в данном случае, правительство города Москвы для создания некой инфраструктуры для развития высокотехнологических производств на территории нашей страны. И летом 2018 года мы подали заявку, она была принята по вступлению в эту особую экономическую зону. Для того, чтобы там наше производство организовать, соответственно, в декабре наша заявка была одобрена. И 15 февраля 2019 года, то есть чуть сколько, ну недели две назад, да, мы официально стали резидентами особой экономической зоны Технополис Москва. Правительство Москвы одобрило наш проект, оно его расценило как реальный, как очень нужный и как потенциально очень благоприятный для экономики страны. В общем-то, выделили нам землю, сделали нас резидентами и уже, значит, весной 2019 года мы приступаем к нулевым работам по строительству конструкторского бюро. И уже летом 2019 года мы начинаем непосредственно возводить стены у нашего конструкторского бюро, ну и уже выходим полностью на финишную прямую по реализации самого проекта. В общем-то, сейчас, да, у нас такое яркое событие, если вы впервые нас слышите, действительно, мы стали резидентами, мы все этим очень рады, очень долго мы шли к этой цели, и теперь мы официально резиденты и официально признаны московским правительством как действительно важный и стратегически полезный для государства проект. Так что это ответственно тем, кто говорил сначала нам, что мы деньги не соберем, потом говорили нам, что нам правительство не даст ничего делать, что в этой стране никому ничего не нужно, как видите, и деньги мы собираем, и правительство нам помогает наш проект реализовывать, но в особой экономической зоне, конечно, и прибыль у компаний будет гораздо выше, начиная от того, что нам землю там бесплатно выделяют, заканчивая тем, что у нас будут очень ощутимые налоговые льготы, в частности, налог на прибыль, там всего лишь 2% против 20 стандартных, которые у нас в государстве приняты. Конечно, не только этим мы гордимся нашим проектом за время существования, за время самофинансирования, и финансирование у нас идет чуть больше, чем полтора года, с 2017 года проект финансируется. Я просто иногда такие вещи в интернете читаю, кто-то пишет, вот что вы так долго деньги собираете. С 2011 года собираете деньги. Ну, с какого 2011 года? Мы собираем деньги всего лишь полтора года, и наш план собрать все необходимые инвестиции за 3 года, он вполне укладывается в наши назначенные цели. Вот, соответственно, за это время у нас было получено большое количество новых патентов, что увеличивает интеллектуальную собственность компании, сейчас это очень важно, сейчас это очень ценится при оценке компании, поэтому в этом направлении мы, конечно, работаем. За это время были разработаны различные новые двигатели, доработаны старые, допустим, была окончательно закончена работа над техническими условиями для мотор-колес Дуйнова, и сейчас мы уже подходим к фактическим результатам освоения производства данных мотор-колес, и был разработан двигатель для электроинструмента, про который мы также уже много говорили, аналогов, которым мы нет на рынке. То есть все это было сделано в нашей лаборатории, сделано благодаря тем инвестициям, что в проект уже пришли, все это помогает нам реализовываться, идти к нашей основной цели. Соответственно, было подписано большое количество договоров о сотрудничестве, было получено большое количество различных соглашений и договоров. Например, у нас заключен договор с администрацией провинции Вэйхай, находящейся в Китае, очень большая крупная провинция людей, в которой живут больше даже, чем на территории России. Администрация этой провинции, с ними подписан договор о том, что они защищают нашу интеллектуальную собственность на территории Китая, защищают нашу технологию, защищают наши продукты, поэтому не боимся, что сейчас серийное производство у нас налажено именно на территории Китая. И это очень важно, потому что многие боятся, что технологию Дюйнова легко китайцы скопируют. Сейчас мы можем утверждать, что это не так. Наша интеллектуальная собственность там защищена. Ну, конечно, Дмитрий Александрович Дюйнов правильно здесь говорит, что единственная стопроцентная защита от копирайта – это всегда быть на шаг впереди тех, кто пытается тебя скопировать, потому что скопировать, пытаться будут в любом случае, таков уж мир бизнеса, да, и все пытаются оторвать кусок пирога от действительно ценной и нужной технологии разработки. Ну, с этим, как говорится, мы тоже справимся. Что я бы хотел сказать вам напоследок, друзья. На данный момент в мире все больше говорят о том, что действительно нужно озаботиться о себе самостоятельно. И когда говорят о том, что у нас повышается пенсионный возраст, больше всего, конечно, пугаются именно у нас в России, потому что у нас люди, к сожалению, не умеют инвестировать, не умеют накапливать капиталы. И это не их вина. У нас был совершенно другой строй, у нас был социализм, где государство тебе говорило – работай, ни о чем не думай, а на пенсии я о тебе позабочусь. Сейчас не так. Сейчас государство тебе как бы отдает свободный ход и говорит – сам думай, и как тебе в этой жизни пробиться. Соответственно, люди работают и на пенсии сейчас действительно, ну, как говорится, на широкую ногу не поживешь. При этом где-нибудь в Америке или в Европе об этом не так сильно беспокоятся, потому что у них инвестировать – это нормально, и они самостоятельно думают о том, как они проживут в старости. И там 70% американцев инвестируют в самые разные направления. И когда я вот, например, разговариваю с нашими иностранными партнерами, они говорят – да, проект Дуинова – это замечательно, но мы не только к вам инвестируем, но у меня еще 30 направлений, куда я инвестирую, и проект Дуинова – это один из тех направлений, потенциал которых я вижу. Соответственно, у нас это пока что не так, и я вам рекомендую, конечно, повышать свою финансовую грамотность, инвестировать, читать литературу соответствующую, изучать различные направления по инвестированию, потому что действительно важно, нужно думать о себе самостоятельно, брать ответственность на себя, и, конечно, рассматривать в том числе тот перспективный, один из самых быстрых, развивающихся направлений инвестирования в мире, такой как краудинвестинг, это коллективные инвестиции, и, в частности, проект двигателей Дуинова как один из лидеров на этом рынке, как один из уникальных проектов, и уникальных не только потому, что этот проект максимально, скажем так, завершенный, то есть, что у нас не нужно ничего проверять, у нас не нужно ничего разрабатывать, доказывать и так далее, у нас уже все есть, нам необходимо просто сделать на базе того, что уже было сделано, бизнес, то есть, собрать деньги, построить конструкторское бюро и зарабатывать, то есть, проектов в венчурном инвестировании в такой стадии, ну, я лично не видел, в такой завершенной стадии. Кроме этого, конечно, то, что максимально проект прозрачен. Постоянно у нас проходят вебинары, как, в частности, на котором вы сейчас присутствуете, и по четвергам мы рассказываем все новости, которые происходят у нас в компании, какое оборудование было закуплено, какие работы были проведены. Ежедневно выходят новости практически в прямом эфире на нашем YouTube-канале, на нашей новостной ленте люди могут смотреть, что в компании происходит, какая работа идет. И сам главный разработчик, инженер Дмитрий Александрович Дуенов, по четвергам также присутствует на вебинаре, рассказывает, что было сделано, отчитывается перед инвесторами, перед партнерами, рассказывает о достижениях, о целях. Такого действительно нигде я больше не видел, чтобы главные люди проекта выходили и постоянно отчитывались о том, что у нас в компании происходит. Это как если бы какой-нибудь Греф постоянно был, каждую неделю вебинары рассказывал бы инвесторам Сбербанка о том, как у них хорошо идут дела. Действительно, это такой, наверное, в этом сильно уникальный. Так что максимально прозрачно, максимально понятно, что, куда и как. Так что, друзья, я вам рекомендую присоединяться, я вам рекомендую изучать проект поподробнее. Обязательно обращайтесь к тем, кто вам о проекте рассказал. Скорее всего, этот человек уже хорошо в этом разобрался. Также, если вопросы есть прямо сейчас, я прошу вас направлять их во вкладку «Вопросы» вверху в вебинарной комнате. Не пишите их везде на ютубе, в социальных сетях, потому что везде я их не вижу. Пишите им в вебинарной комнате во вкладку «Вопросы». Сейчас я буду на все отвечать. И на данном этапе, потому что у нас были определенные проблемы с оплатой иностранных инвесторов, соответственно, у них были сложности с оплатой, поэтому продлили, пошли им навстречу, они просили это сделать. Вопрос. Будет ли в нашем проекте вторая очередь? Евгений, по поводу второй очереди, Дмитрий Александрович говорил, что в случае, если инвесторы поддержат, если участники проекта захотят быстрее развивать компанию, то мы можем, имеем возможность, привлечь дополнительное финансирование с помощью краудинвестинга на в том числе и вторую очередь. То есть у нас будет конструкторское бюро, оно будет зарабатывать деньги, у нас будет следующий шаг, ну, два варианта развития событий. Это на собственную прибыль строить рядом производство, да, и такая возможность есть, и выпускать какой-то из необходимых электродвигателей, которые сейчас рынку необходим, либо привлечь необходимое финансирование и это, соответственно, реализовать за счет денег и инвесторов. Это будет быстрее. Вот, соответственно, если люди захотят, можем мы это сделать. Внутренняя биржа когда будет? Внутренняя биржа будет сразу после завершения финансирования, не дожидаясь там окончания строительства, не дожидаясь акционированного общества, то есть это будет реализовано сразу в внутренняя биржа. Так, так, так. Павел, если хотите по-честному привлекать инвестиции, вам следует ограничить вывод реферальных отчислений из проекта. Если человек привлек средства и сумел заработать, он обязан верить в проект. Василий, все правильно вы говорите, и действительно, те партнеры, многие из них, которые получают партнерские отчисления, они действительно тратят их на инвестицию в компанию. Но здесь вы должны тоже понимать одну вещь. Многие наши партнеры, которые помогают проекту развиваться, это партнерские программы, это их бизнес, это их основной род деятельности. И согласитесь, если вы работаете на любимой работе, если вы верите в то, что вы делаете, вам все равно нужно что-то есть, вам нужно на что-то содержать семью. Поэтому какие-то деньги, конечно, все равно люди выводят. Но практически все партнеры достаточно большую часть денег инвестируют, особенно крупные партнеры, которые верят в проект, которые действительно им живут. Но все не выводить, конечно, это невозможно. Потому что, еще раз, для некоторых это действительно бизнес и основной деятельности. А какая защита от копирования в других странах? С Китаем понятно. Олег, патенты. Патенты. Я говорю именно про Китай, по той причине, что Китай первый в мире по копированию. То есть его копирайты боятся всегда больше всего. Здравствуйте. Допустим, я купил пакет с рассрочкой на 30 месяцев. Проект закончились этапы. Будет ли дальше действовать моя рассрочка и дисконт? Будут ли начисляться дивиденды на уже купленные доли? Дмитрий, да. Несмотря на то, что финансирование будет завершено, вам будет позволено доплатить рассрочку. Более того, мы остановим финансирование тогда, когда фактически собранная сумма плюс все рассрочки, которые должны к нам прийти, будут давать нам всю необходимую сумму. Понимаете, да? То есть проект будет финансирован гораздо раньше, нежели мы соберем просто там всю сумму. То есть мы соберем, увидим, что в рассрочках у нас уже достаточно денег, чтобы все инвестиции получить. Соответственно, мы просто новых инвесторов уже принимать не будем. И будем ждать, пока старые свои рассрочки доплатят. Поэтому, да, у вас будет такая возможность. Вопрос о том, будете ли вы на своей доле фактически купленные уже дивиденды получать? Вероятнее всего, нет, потому что вы быстрее рассрочку доплатите, нежели прибыль будет получена. Ну, вы же не будете 5 лет платить, правильно? Почему конструкторское бюро «Свумаж» сравнивается с предприятием «Сименс»? Ведь это разные направления. Олег, дело в том, что «Сименс» в том числе занимается электродвигателями. И «Сименс» на данный момент одна из лидирующих компаний в области электродвигателей. Именно поэтому сравнивается именно с ним. Да, у них специфика гораздо шире, это большая корпорация, но в этом направлении они тоже являются лидерами. Вот, поэтому, знаете, как говорится, нужно всегда смотреть на лучших, да, и пытаться их превзойти. Что, я думаю, у нас вполне реально получится, потому что, ну, то, что мы делаем, гораздо выше и сильнее, чем то, что сейчас может сделать «Сименс», используя старые технологии. Ну, любые компании имеют свой пик, свое падение. Когда-то думали, что «Кодек», которая делала фотопленки, никогда никуда не денется. Это была гигантская корпорация. Ну, вот, на данный момент мы имеем то, что «Кодек» не смогла перестроиться под новые технологии, попросту уже компания, ну, практически никому не нужна. «Я на четвертом этапе. Оставался последний платеж по пакету 500 долларов и получил бы 197 тысяч акций. Не акций, а не сленных долей. По вашему разрешению увеличил пакет, и в результате сейчас имею на 100 тысяч меньше. То есть надо было закрыть первый пакет, только потом увеличивать. Андрей, в том-то и дело, что нельзя сначала закрыть пакет, а потом его увеличить. Вы все сделали правильно. То есть вы в таком случае, говорю, если бы вы пакет закрыли, вам бы только новый пришлось покупать и по седьмому этапу. А так вы увеличили и увеличили по четвертому. Это тоже очень важно. То есть то, что вы сделали, гораздо выгоднее, нежели закрыть пакет и купить новый. Подскажите, пожалуйста, когда компания появится в списке резидентов Технополиса и будет ли дана ссылка... Так... Сейчас улетел вопрос. И будет дана ссылка на сайт со списком новостях. Дмитрий, ну ждем. Я не знаю, как быстро у них эта информация обновляется. Могу сказать, что, например, на официальном сайте Технополис Москва есть новость, где написано, что мы стали резидентами. То есть так и написано. Компания Собол Марш стала резидентом особой экономической зоны Технополис Москва. То есть на их официальном сайте это написано. Ну, резидентами тоже нас делают. Я думаю, напишут. Наверное, после того, как корочку ведут, нам выдадут, так и напишут. Данитрий, такое подтверждение, прямо вот знаете, многие тоже спрашивают, когда на сайте Технополиса появимся. Обязательно появимся, друзья. Но если вам нужно подтверждение, там для ваших инвесторов, чтобы им показатели, я самим убедиться говорю. На официальном сайте на нас уже Технополис Москва все написал. Добрый вечер. Доля на внутренней бирже планируете сразу делать по одному доллару или стоимость будет ниже? Как будет происходить торговля долями на внутренней бирже? Или абсолютно так же, как и на фондовом рынке, это будет схожий функционал. То есть одни будут продавать, другие будут покупать. Посмотрите, как рынок фондовый функционирует. То есть только это будут инвестиционные доли и будут внутри на нашей, скажем так, платформе сделаны. Вот по поводу одного доллара, по поводу доллара, не могу сказать, потому что цену определяют участники. То есть, возможно, она будет ниже, я так предполагаю, потому что, ну, еще, скажем так, на том моменте мы не выйдем на полную мощность. Когда мы выйдем на рынок, мы уже получим первую прибыль, мы уже будем именно зарабатывающейся компанией, у нас уже будут знать, будем первые выполнения заказа. Там уже, да, по двум доллару реально. На бирже, на внутренней, не могу гарантировать. И, опять-таки, цену на актив определяют люди. То есть мы не можем выставить цену конкретную, да, как компания. Ждем в сайте сособлмаш.ру. Сайт обязательно будет. Павел, по моему вопросу делали заявку. Ответ получен или нет? Василий, сейчас проверю. Когда появится договор сособлгрупп, сособлмаш, СПП по соучредительству? Никита, компания сособлгрупп станет учредителем компании сособлмаш после того, как нам дадут корочку. Ну, говорю еще раз, месяц-два. На девятом этапе это будет однозначно, поэтому осталось ждать не так уж и долго. Ну что, я думаю, на сегодня можно наш вебинар закончить. Вроде вопросов больше нет. Что хотелось бы сказать напоследок? Первое. Помните, что у нас идет смена инвестиционного этапа, осталось всего лишь пару дней, сегодня у нас 26-й, то есть 27-й, 28-й. Ну, все, получается, четверг, последний день, когда действуют условия седьмого этапа финансирования. Далее мы переходим на девятый, и после этого на девятом этапе уже не будет возможности проинвестировать на таких выгодных условиях в компанию, которые есть сейчас. Так что, конечно, друзья, успевайте, если вы хотите стать участником нашего проекта. Я вам напоминаю, что наш следующий вебинар у нас состоится в четверг, 28 февраля. На нем мы расскажем обо всех последних достижениях компании, последней новости, актуальные события, все самое важное, выжимка, самая ценная информация для постоянных наших зрителей, и для наших инвесторов, участников проекта. И этот вебинар отличительен тем, что на нем будет присутствовать Дмитрий Александрович Дуянов. Поэтому, если есть вопросы к Дмитрию Александровичу, если есть вопросы особенно технического характера, по моторам, по технологии, приходите, задавайте на все вопросы, ответы, получите в прямом эфире. На это большое спасибо, что сегодня были с нами, и до следующего вебинара.